Публичная дискуссия на тему миграции прошла в Басарабяске с участием членов молодежной неправительственной организации «Фидбэк». Организатором мероприятия выступил фонд «Айрикс Европа». Я в части «Айрикс Европы» сегодня пришла к вам в басарабку с одной миссией. Спровоцировать вас на открытую дискуссию, на болевшую тему миграции. Не просто разговор. Может быть, сегодня мы всё-таки подумаем, что не так уж и всё плохо у нас. Поводом для дискуссии стал сюжет молодой журналистки Ирины Кривой, снятой в рамках её стажировки на телеканале «Бас ТВ», которая проходила при поддержке фонда «Айрикс Европа». Согласно условиям контракта, она должна была подготовить по пять материалов. Четыре, как бы, таких стандартных, можно сказать, репортажа. И пятый материал – это такой, ну, основной, это уже что-то более масштабное, более серьёзное. С этой девушкой мы завершили полностью работу. Она подготовила себе пять материалов, естественно, с нашим участием. По словам Ирины Кривой, за время стажировки на телеканале «Бас ТВ» ей удалось многому научиться. Я решила принять участие в этой программе для того, чтобы попробовать себя в качестве журналиста-репортера, для того, чтобы научиться, как правильно это делается, как правильно записывать видео, как правильно составлять вопросы для интервью, как правильно держаться в кадре. Редакция была маленькая, мне уделялось очень много внимания. Мои координаторы всегда давали мне хорошие советы, всегда контролировали мою работу, и поэтому, я думаю, что как раз за счёт этого я и выучила, и научилась многому. Материал о миграции, который можно назвать документальным фильмом, вызвал оживлённую реакцию интернет-пользователей на сайте телеканала и его страницы в социальных сетях. По словам автора, проделать такую работу ей было нелегко. Мы с моим координатором Людмилой решили выбрать эту тему, потому что она очень актуальна для нашей страны, так как сейчас в основном всё население решает уезжать за границу, так как сделала это я, потому что условия, конечно, у нас не ахти, и зарплаты у нас очень маленькие, и это является большой проблемой для населения. И вот для того, чтобы подтвердить это или опровергнуть, мы решили выбрать для основного материала именно эту тему. Фильм под названием «Уехать и остаться или вернуться» основан на реальных историях людей, мигрировавших когда-то из Молдовы или, наоборот, переехавших сюда из другой страны. Материал активно обсуждался и в ходе публичной дискуссии, тем более, что на неё была приглашена и одна из героинь – жительница города Басарабяска Ольга Чугурян. Мы все говорим «другой уровень жизни», «другой уровень жизни». Мы только уехав туда и пожив там, вы понимаете, что значат эти слова. Это красота, это чистота, это закон, это общение между людьми абсолютно вежливое, приятное, ровное такое. Ты везде себя чувствуешь человеком, у нас вообще другое. Хотя мы тут граждане, мы тут живём, мы себя здесь ощущаем иначе. Там совершенно по-другому себя чувствую. В качестве эксперта на мероприятие была приглашена преподаватель менеджмента Комрадского университета. Она предложила присутствующим свою альтернативу тому, чтобы уезжать за рубеж. Ребят, жизнь вообще – это выбор. Но нужно сделать этот выбор правильно. А для выбора, для ответа, для того, чтобы сделали выбор правильно, нужно ответить на три важных вопроса. Кто я? Где я нахожусь? Куда я планирую двигаться? Публичная дискуссия была организована при поддержке фонда «Айрикс Европа» в рамках проекта «Консолидация независимой прессы в Республике Молдова и медиаобразования».